Здравствуйте, дамы и господа! Начинаем наш видеокурс по инвестированию в ПАМ-счета. В этом вступительном видео мы разберем, что же такое ПАМ-счет, как он работает, каковы принципы его работы, стоит ли инвестировать в ПАМ-счета, и если стоит, то как это правильно делать, какие существуют риски, и чем отличаются ПАМ-счета от тех же банковских вкладов и инвестиционных фондов. Итак, что же такое ПАМ-счет? Допустим, есть некий трейдер Иванов, он зарабатывает стабильно 5-10-20% в месяц на Форекс, но собственных денег у него недостаточно для того, чтобы с прибыли от торговли на Форекс жить, обеспечивать семью, покупать машины, квартиры и так далее. А что же ему делать? Выход – использовать заемные средства, использовать средства инвесторов для того, чтобы торговать на них, то есть торговать более высокими позициями, и при этом, естественно, выплачивать инвесторам часть полученной прибыли, а себе брать часть за то, что заработал прибыль для инвесторов, себе брать некий процент, некую комиссию. Но для того, чтобы учредить инвестиционный фонд какой-то, нужно огромное количество денег, огромное количество бумажной балакиты, нанимать сотрудников, организовывать фирму. В общем, все это тяжело и сложно. Как же быть Ивановым? Иванов, можно брать деньги у друзей, у знакомых, но если это знакомые не очень хорошие, или нет у вас близких знакомых, способных дать вам какие-то большие суммы, то это, опять же, не вариант и, опять же, сложность расчетов. Так как очень сложно самому высчитать, сколько конкретно стоит выплатить инвесторам, особенно если они реинвестировали средства, все это бумажная балакита, все это сложно для трейдера. И, опять же, есть вероятность того, что инвесторы ему не будут доверять, так как решат, что вдруг он обманет, не отдаст деньги или обманет с размером прибыли и так далее. Так вот, была придумана система PAM счетов. Была она придумана компанией Alpari несколько лет назад. В чем же она заключается? Заключается она в том, что любой трейдер, показывающий прибыльную торговлю, умеющий торговать на Форекс, может открыть PAM счет и привлекать средства инвесторов. Причем инвесторы могут его даже в глаза не видеть, не знать, но они видят то, что его PAM счет показывает прибыль, он находится в рейтинге PAM счетов, показывает стабильный прирост доходности, и они решают инвестировать в него средства. Напрямую трейдеру Иванову средства не передаются, то есть если вы инвестируете в PAM счет, то средства остаются у вас в личном кабинете, они не переходят трейдеру Иванову, то есть он у вас их украсть, что-то с ними сделать не может никоим образом. Суть системы такова, что он имеет право только давать распоряжение на открытие позиций, на ваши средства. То есть ваши средства виртуально находятся на PAM счете этого управляющего, но на самом деле они никуда не деваются, они у вас находятся, он только отдает торговое распоряжение, как бы торгует за вас. Но при этом, опять же, так как все автоматизировано, все транзакции, все расчеты проходят через посредника, через компанию Alpari, то, соответственно, риск того, что вас кто-то обманет, отсутствует. Естественно, управляющий не бесплатно будет пользоваться вашими средствами, он будет забирать себе часть прибыли и отдавать вам часть прибыли. Процент, который управляющий берет за управление вашими средствами, как правило, различается, но в среднем 20-30%. Кто-то больше ставит, кто-то меньше. Зависит от конкретного управляющего, от конкретного PAM счета. А что происходит? То есть, допустим, заработал для вас управляющий за какой-то период 1000 долларов, он берет себе 20% от прибыли. Заметьте, от прибыли не от вашего счета, а именно от заработанных денег. Если заработал вам управляющий 1000 долларов, то он берет себе 200 долларов, 800 долларов, соответственно, ваши от прибыли. Вы их можете либо оставить на PAM счете, и на них, соответственно, был какой-то прирост. Либо же вы можете их снять, вывезти, потратить уже ваше дело. Таким образом, на одном PAM счете может быть и миллион долларов, и два. Соответственно, управляющий только повышает лот в соответствии с размером капитала. Если он торговал, скажем, 0,01 лота на 1000 долларов, то, соответственно, на 10 тысяч долларов он будет торговать 0,1 лота на 100 тысяч долларов. Целым лотом 1,0 и, соответственно, математической прогрессией. Чем больше суммарный депозит на PAM счете, тем больше увеличивает лот трейдер Иванов. Он делает те же самые действия, по сути, что при 10 тысячах долларов, что при 100 тысячах долларов. Только меняется размер лота, открываются те же самые позиции. Чем отличается PAM счет от того же банка, от банковских вкладов и от инвестиционных фондов? В банках, как вы знаете, процент годовых невелик, как правило, это 7, 8, 9, 10, в детских случаях 11-12%, а если у вас большая сумма и вы открываете депозит на долгий срок, и это проценты годовые, максимум 10% в среднем. На PAM счетах можно зарабатывать по 10% в месяц. Понимаете разницу, что годовые проценты и месячные – это совершенно разные вещи. То есть вы, грубо говоря, если каждый месяц выводить прибыль без инвестирования, можете заработать в 12 раз больше, чем на банковском вкладе. В инвестиционных фондах, торгующих акциями, индексами и так далее, инвестирующих в какие-то промышленные разработки и так далее, там доходность, опять же, либо на грани банковских депозитов, то есть процентов 8-10, либо чуть выше, максимум 30%. Если инвестиционный фонд дает 30%, то его превозносят все профильные издания, СМИ, и он считается очень-очень успешным. Но каждый год так зарабатывать могут единицы фондов, и опять же, порог входа в эти фонды не маленький. Как правило, это как минимум миллион рублей. Иногда и миллион долларов, иногда 5 миллионов долларов. Зависит от конкретного фонда. Ну и опять же, бумажная волокита, нужно куда-то ехать, оформлять договора, и все равно есть риск, что по итогам года инвестиционный фонд закроется в минус. На ПАМ счетах, так как это Форекс, доходность намного выше, в разы. Но все не так просто. Естественно, присутствуют риски. Управляющий – это обычный трейдер, это не какой-то сверхинтеллектуальный бог Форекса. И точно так же, как обычный трейдер, он может уходить в минус, он может показывать отрицательную доходность, и, соответственно, есть риск потерять средства. Риски вы можете ограничивать. Об этом мы поговорим чуть позже. И, соответственно, не в каждый ПАМ счет стоит инвестировать, стоит проводить внимательный анализ, оценивать риски, оценивать доходность, оценивать, какую сумму вы можете в него вложить, оценивать, как долго торгует управляющий, как стабильно он торгует, почитать мнение о нем других инвесторов, и только после этого уже принимать решение о инвестициях. Обо всем этом мы поговорим в дальнейших уроках этого курса. То есть ПАМ счета – это высокодоходная, но в то же время рискованная инвестиция. Но ее несомненные плюсы в том, что низкий порыв входа. В некоторые ПАМ счета вы можете инвестировать вплоть от 1 доллара. А можно вообще инвестировать на демо счета, для того, чтобы разобраться, как это все работает. Есть ограничения рисков. Опять же, мы о них поговорим. И если знать всю эту систему, то вполне реально, вполне безопасно можно зарабатывать, инвестируя в ПАМ счета, при этом вам самому торговать, разбираться в Форексе, изучать сотни видов анализа, читать огромное количество литературы – не нужно. Вы уступаете в качестве инвестора, что, между прочим, уже и престижный статус. О нюансах инвестирования в ПАМ счета мы будем говорить далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...